МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда делаешь какой-то проект, вначале он рождается как идея, потом он воплощается в какой-то образ. И вот это мгновение, когда уже все создано, все развешено, все вокруг так, как ты можешь на сегодняшний день, по твоему максимальному пониманию. И залы готовы к приему зрителя. Вот эта радость, которую ты можешь доставить зрителю, она у тебя уже в прошлом, ты уже знаешь. И вот этот момент равновесия между тем, что уже все сделано, а зритель еще не пришел, самый важный момент в творчестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин и творчество, как и вообще наша жизнь, очень многообразно. Такой удивительный, эмоциональный, гармонический. Не боясь ни размера полотна, ни тема, которую выбирает. Она выбирает одну единственную тему своей жизни, любовь. Я помню первые работы, которые меня... Внутренний свет, ее душа, которая в ней очень активно живет и существует, она передается, создает этот необыкновенный... Это ее непростанство. Как осмыслить то, что материально одновременно и одновременно настолько духовно, что его не схватишь? Вот миры Ирины Мощицкой, это космос, это огромные миры, и даже не планеты, потому что в этих мирах можно обнаружить большое количество планет. И эти миры различны. И единственное, пожалуй, что их объединяет, в них нет тревоги, в них нет опасности, в них хочется существовать, жить, настраивать свою душу, пользуясь ими как камертоном на то или другое настроение. Академия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ее картины светятся, и, глядя на них, душа светится. Здесь можно найти любимые миры, населять их, путешествовать по ним. Подсказка в названии. Это словно приоткрытая дверь во внутренний мир художника. Я не умею писать стихов, но когда видишь ваши картины, душа улетает очень далеко, и хочется ощутить необъятность вселенной. Я шел по выжженному краю каких-то сказочных дорог. Я что-то думал, что не знаю, но что ни думать я не мог. И полумертвые руины полузабытых городов безмолвны были, как картины, как голос памятных годов. Я вспоминал, я уклонялся, я изменялся каждый миг, но ближе, ближе наклонялся ко мне мой собственный двойник. И утомительно мелькали с полуослепшей высоты, из тьмы руин, из яркой дали неговорящие цветы. Но на крутом внезапном склоне среди камней я понял вновь, что дышит жизнь в немом затоне, что есть бессмертная любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Вечный вопрос Должен ли быть художник понятен? Понятен на уровне сюжета? Понятен на уровне чувства? Мне кажется, что вообще нельзя ставить знак равенства между искусством и математикой. Вот так человек видит мир. Чем старше, чем опытнее художник. Чем больше он общается уже не с человеческим мнением, а с космосом, тем меньше его зависимость. Вот я смотрю на картину, которая сзади меня. Можно рассказать, наверное, разные сюжеты. Каждый увидит свой. Ну, может, это хорошо? В этом нет такой однозначности. Важно очень сохранить свою внутреннюю свободу. В противном случае возникнет ситуация мук творчества. Муки творчества начинаются там, где теряется спонтанность. Если у тебя нет вдохновения, его ниоткуда не возьмешь. И тогда будет фальшивая работа, фальшивые стихи, фальшивая музыка и так далее. То есть здесь уже вот эта вот грань между, может быть, любительством. Я все-таки очень люблю слово любителя. Это от слова люблю. Люблю живопись, люблю фотографии и так далее. И вот эта свобода творчества. Эта грань очень тонкая. Когда ты находишься вот в процессе творчества, ты не можешь себе ставить рамок. Будь то рамки религиозные, любые другие. Тогда ты будешь нечестным. Нечестным по отношению к самому себе, по отношению к зрителю. Я за свободу творчества. Какие бы проявления ни выходили наружу, это то, что есть. Это природа человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Вы смогли изобразить все человеческие чувства, в которых каждый человек может увидеть что-то родное, близкое. Ваши картины производят неизгладимые впечатления. Они дают понять людям, зачем они живут. Находясь здесь, я поняла, что живу не напрасно, что я хочу жить, что я хочу прожить жизнь долгую и счастливую. Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Бывает, что работа рождается в воображении, и ты потом уже чисто механически переносишь ее на полотно с какими-то вещами, которые обязательно возникают неведомо как. То есть неожиданности всегда бывают. А сейчас я миновала вот этот этап, который рождается внутри тебя, то есть воображение, а перенесла сразу на холст. То есть это своего рода импровизация. Субтитров А.Кулакова Это люди, ну так скажем, надломленные, что ли, потерянные, может быть. Зажечь в человеке маленький огонек, как когда-то давно во мне зажгла Галина Борисовна волчь, это дорогого стоит. Субтитров А.Кулакова То есть их очень много, и на каждом слое можно остановиться, но она тебя держит. Даже может быть сутки, двое, трое, недели. Последний штрих, и ты знаешь, что все, она завершена. Но я могу видеть потом какие-то изъяны на этом полотне, что хотелось бы там что-то переделать. Никогда себе это не позволяю. Она завершена, она должна жить такой, какая она есть. Я думаю, что сейчас настает время объединения и религии, и искусств. Так получилось, что во мне объединяются религии. Я не вижу разницы в них. Могут быть разные точки зрения людей, но на уровне, опять же, чувств, на уровне понимания внутреннего, там нет разницы. Субтитры подогнал «Симон» Это завороженное состояние, когда ты едешь, покупаешь краски, приходишь домой, ставишь холст и начинаешь работать. Причем совершенно неожиданно то, что появляется на холсте в каком-то состоянии, может, гипноза даже скорее. Белый холст – это всегда вызов. Он всегда вопрос. Нерожденная работа, которая должна родиться. И что там будет, кому неизвестно. Субтитры подогнал «Симон» Ты вопрошаешь меня, как я мыслю о нем, как знаю, что он есть. На это я отвечу тебе одно. Сам того не ведай. Ибо своим вопрошанием ты обращаешь меня к тому же мраку и облаку неведения, куда тебе самому следовало бы войти. Ибо может человек по милости Божией исполнится знаниями во всех тварях и их трудах, воистину обо всех деяниях Божьих, и может, сколько хочет мыслить о них. Однако о самом Боге не может он помыслить. И посему я не залагаю в себя все, о чем в силах помыслить. И выбираю любовью своей то, что разум не имет. И вот почему. Его можно любить. Однако о нем нельзя мыслить. Одной лишь любовью можно достичь его и удержать. Но помыслами никогда. Проницай это великое облако неведения Одним стремительным порывом самозабвенной любви. И не ищи в нем того, что происходит в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok